Друзья, всем доброе утро. Настал момент нам покидать город Сиде. Вот так вот называется отельчик, в котором мы сегодня жили. Здесь у них большая такая прилегающая территория для парковки, но это как бы проезжая часть улицы, это не совсем парковка отеля. Есть камеры, ну, наверное, здесь как-то относительно безопасно машину парковать. Но я стараюсь избегать такие места и не парковать в таких местах. Машину вот здесь можно парковать, здесь, ну, здесь вроде как широко, но, не знаю, я люблю вовнутрь заехать, хотя на территории, вот там припарковать машину и спокойно. В Турции вроде как здесь везде спокойно. Друзья, я даже не знаю вам рекомендовать этот отель или нет, потому что у меня такое двоякое чувство. Конечно, из плюсов, это у него очень хорошее расположение. Вот здесь вот он находится в самой центральной части города Сиде. И если прямо туда пойти, там буквально 500-400 метров всего лишь уже пляжи. И пляжи именно вот этих вот дорогих отелей. Барут Химера, там какой Кристалл, по-моему, еще отель. Ну, все вот эти хорошие отели, вот эта улица центральная, Сиде, которая возле набережной проходит. По самой набережной вы не можете проехать, там только гулять. А вот эта улица, это ближе всего, вот Сулейман, Дамирель, бульвар. Вот по этой улице вы можете до нее дойти буквально пару минут. И вот здесь подземный переход, через подземный переход можно прямо на пляж дойти. Ну и цена. То есть 50 долларов просто вот приехать вот так на машине, транзитный отель. Все включено с алкоголем, с завтраком, с обедом, с ужином, с веселыми людьми, с бассейном. Ну, в принципе, оно того стоит. Я вот заметил, вот так приезжаешь, чем проще отель, тем проще там люди, тем проще с ними общаться, как-то разговаривать. Никто из себя там ничего не корчит, спокойно себя все ведут. Вот, и мы разговаривали с девочками, они сказали, что это типа самый бюджетный тур из Санкт-Петербурга. Они заплатили около 100 тысяч на двоих на неделю, по-моему. Вот. И люди приезжают сюда, то есть они с ноутбуками приезжают, работают, то есть они как бы экономят здесь деньги, потому что на самом деле на 50 долларов, если на двоих разделить, это по 10 тысяч деньги получается в день с едой. Со всеми развлечениями и так далее. Ну, из минусов это то, что они накидывают, они хотят компенсировать вот это все, то, что они дают. Они хотят компенсировать вот здесь Аром Барут коллекшн, и Химера Барут коллекшн, и у них очень хорошие пляжи. То есть, я думаю, вы на шезлонгах не сможете полежать на их, но вы сможете зайти там на песочке где-то, побыть, и я думаю, с пляжа вас не выгонят. Я почему-то так думал. И вот они хотят компенсировать это, берут деньги за сейф, берут деньги за Wi-Fi. Я бы еще понял это когда-нибудь, там, может, лет 10-20 назад, когда я там приезжал в Европу первый раз, первые разы, на Тенерифе, я помню, мы летали, или на Маврикий. И там, типа, говорили, вот, типа, за Wi-Fi надо заплатить. А мы думали такие, а зачем он нам этот Wi-Fi, там, типа, почту что-то проверить, еще что-то. По сути, он тогда Wi-Fi не нужен даже был. Wi-Fi не был тогда таким доступным, как сейчас, и он не был таким неотъемлемой такой частью жизни, как сейчас. То есть, сейчас Wi-Fi это нормально, то есть, он есть везде. Вы даже можете зайти в любой, на любую заправку заехать. Многие банкоматы даже в Турции раздают Wi-Fi. Вот есть здесь, по-моему, Акбанк банкомат. Вы можете к этому банкомату подойти, он вам раздаст бесплатно Wi-Fi без пароля. И везде, в любых кафешечках, в любых местах, везде-везде есть интернет. Вот видите, турки агрессивные. Приехали, напились, девчонок увидели, и все. У них сразу турецкая кровь их заиграла. Во-во, машет, машет, едет всем. Вот такое бывает. И за сейф еще. Ну, за сейф, мне кажется, это вообще подло, просить деньги в таких местах, потому что люди приезжают, они хотят пойти покупаться, в массаж хотят пойти, в спа хотят пойти, в бассейне хотят покупаться. И что они должны свои вещи в смысле с собой брать. То есть, они как бы вам говорят, ну вы типа можете не платить, но у вас будут неудобства. И вот такой вот осадок остается не очень хороший. Ужин был классный, завтрак, ну так себе. Так себе, они экономят на мясе и на мясных всяких продуктах, потому что мясо стоит много в Турции, и они на этом экономят, в этом отеле. Вот мы с вами сейчас продолжаем движение. Вот, только что я проехал банкоматок, банк, там написан значок такой, Wi-Fi интернет, подключайтесь, пожалуйста. Почему банкомат может раздавать интернет, а отель 4 звезды, и все включено? Все включено, якобы, не может. Необъяснимо, но факт. Ну, понятно, это, конечно же, естественно, все понятно. То есть, они как бы должны чем-то компенсировать, на чем-то делать. Вот мопедисты, будьте осторожны, видите, они, во-первых, ездят на красный свет, во-вторых, неадекватно себя ведут. Вот это отделение пятики почта, отсюда вы можете отправить почту, там получить переводы можете получить, там всякие государственные услуги можно получить, и так далее. Это все продолжается Сиде, и вот где мы жили, это, ну, самое сердце, такой самый центр. Оттуда можно к храму Аполлона пешочком по набережной дойти, на набережной гулять вообще очень классно. А, еще там душновато, из-за того, что отель находится на второй линии, даже, наверное, я не знаю, на какой это линии, на третьей, наверное, то есть он там далеко, короче, от моря, чуть-чуть душновато. И были комары, но я как бы их убил, и все, короче. В принципе, для лета, я думаю, ну, наверное, нормальная цена, наверное, нормальная. Друзья, что я ездил по серпантинам, по горам, расход 7 литров показывает. Наверное, из-за того, что машине было тяжело, постоянно поднимаются, постоянно высоту набирать. Ну, сейчас посмотрим, сколько будет здесь. Пойти 400, на какой расход. Ну, короче говоря, то, что я думал, что здесь топливо, типа, стоит больше, и то, что, типа, оно качественное, это все фигня. Такое же топливо, как у нас в Казахстане, просто стоит в два раза больше. И все. В общем, мы покинули Сиде. Вот здесь сейчас будут городочки один за другим, маленькие всякие разные. Там у нас впереди Анталия, и перед Анталией есть Белек. Белек, и Кемер, и Бодрум – это считаются самые такие лакшери районы в Турции, курортные, в которых самые лучшие отели, и, ну, типа, самые такие престижные места. Там много закрытых отелей, много больших отелей. Конечно же, они все включено, по системе работают. И вот нам туда ехать 40 минут. Сейчас мы там заедем в один отель, завтрак и ужин. Даже тысяча с чем-то лир. Посмотрим ради интереса, что там есть. И вот это вот как раз то, что я вам говорил на Т-400. Вот эти светофоры, фуры, автобусы. Вот они. Автобусы в левом ряду. Все куда-то спешат, все куда-то торопятся. Вот так дымят, едут еще. Поэтому то, что мы с вами ехали по горам, это вообще, конечно же, абсолютно разные вещи. Вот мусорная машина слева ездит. Потому что справа дорога чуть-чуть хуже, поэтому они все влево резают, в левый ряд. Когда вы едете с Алании в сторону Анталии, есть, во-первых, Total, заправка большая вот такая. И вот это кафте Isuf. Мое любимое кафте Isuf по всей Турции. У них большая сеть. И во всех городах, даже в Каппадокии. Так, у них что там, по-моему, даже электрическая зарядка есть. И у них всегда свежая, вкусная и очень бюджетная еда. Всегда можно приехать, покушать. И это стоит немного. Заправим здесь, попробуем. Токсон бейщ. Стоимость топлива чуть-чуть выросла. Обычно здесь, в Турции, стоимость топлива сразу реагирует на цены на нефть. И, главное, нефть вчера упала на торгах. А лира вчера обесценилась до 25, до 26 практически. То есть, за 100 долларов вам сейчас дадут 2400 лир. Примерно год назад это было в районе 1500-1600 давали. Практически в два раза меньше. Здесь есть еще одна заправка Shell. Сейчас посмотрим, сколько у них бензин стоит. Тоже Макдональдс. Вот можете остановиться. Старбакс. И будет вам интернет. И все. Фура едет, загораживает цены. 25 тоже такая же цена. Цену подняли, я думаю, из-за того, что лира обесценилась. И вот смотрите, как они здесь едут. Вот они вот так вот едут. Прям упираются грузовики. Быстрее им надо ехать. Быстрее надо проезжать. В провинциальных городах с этим проще. Вот мы сейчас Анталию проедем, эту сумасшедшую. И там уже будет попроще. Анталия, наверное, самый такой вот город в этом плане. Движение. Самый агрессивный. И, во-первых, пробки будут. И все такое. Анталия и Алания, вот эти два города. Это прям люди здесь, во-первых, скоростной режим нарушают. Во-вторых, так прям близко друг к другу едут, торопятся. И, наверное, кстати, поэтому и много вот всяких разных ситуаций. Ну, дорога очень красивая. У них очень много цветов. Сейчас здесь расцвело. Вот даже на дороге, на набережной. Там мы вчера гуляли, почти каждое дерево цветет так красиво. Вообще классно. Но здесь много заправок. Вот еще вот это iGas. Ее тоже хвалят. Попробуем на Total. Сейчас посмотрим, какой расход будет. Ну, я, честно говоря, сомневаюсь, что прям сильно расход будет отличаться от заправки к заправке. На всех заправках есть мойка, какой-то магазин. Где вы можете, короче говоря, все сделать. И воздух, накачать колеса. Потом есть на некоторых заправках пылесос. Потом на некоторых заправках есть такой пистолет продувочный. Вы можете фильтра себе продуть. Воды можете абсолютно на любой заправке. Даже если нет специального шланга такого. Наливать воду. Можете сказать, где у вас здесь вода. Вам обязательно дадут воду. Воды, холодную воду, горячую воду. Бесплатный туалет дадут. Все. То есть в этом плане в Турции. Вот мы сейчас поедем в Европу. У них там даже туалетов нет бесплатных. Я по Франции путешествовал. Больше месяца. Да, наверное, почти два месяца. И там практически нигде нет бесплатных туалетов. Куда они там ходят, я вообще не знаю. Вот сюда мы ездили. В каньон. И Селч, по-моему, мы ездили. Селч это город. Мы туда не заехали. А, да, там есть город. Самое интересное. Я забыл вам рассказать про отель, в котором мы сегодня жили. И я, когда бронирую отель, я очень внимательно читаю размещение, условия. Ну, во всех отелях всякие разные бывают фишки. Где-то там за то, заставляют заплатить за все. Там заставляют заплатить. И я вот обычно это все читаю. Там обычно это все пишут. Я когда бронировал этот отель, я именно забронировал этот вот именно номер, где написано free Wi-Fi, бесплатный Wi-Fi. И я написал в Booking. Говорю, они просят у меня деньги за Wi-Fi. Я забронировал номер с бесплатным Wi-Fi. Как мне его получить? Я хочу пользоваться Wi-Fi. Я приехал отдыхать, мне нужен Wi-Fi. Я не хочу напрягаться. Они у меня извинялись сто раз. Типа, извините, простите. Спасибо, что вы нам написали. Но Booking, мне так сказать. И они говорят, типа, скиньте нам подтверждение того, что они у вас требуют деньги. И мы вам, типа, поможем полностью за весь период проживания вернуть то, что вы оплатили, там, 50 долларов. И я вот еду так, думаю, что, ну, типа, да, наверное, типа, я прав, наверное, типа, можно так сделать. Но с другой стороны, мы там приехали, ели, пили, отдыхали, спали. Ну, и как-то, наверное, из-за одного Wi-Fi стрёмно у них деньги забирать. Ну, вообще, теоретически это сделать можно. Потому что, конечно же, это нарушение. То есть, они заявляют, что есть Wi-Fi, бесплатный Wi-Fi. А вы приезжаете, они говорят, а Wi-Fi только в лобби, который вообще не работает. Который у нас бесплатный. Когда в роуминге заканчивается пакет в роуминге, там скорость падает до 100 мегабит. Ой, 100 килобит. И, по сути, у нас такой есть уже Wi-Fi, интернет есть уже в телефоне, он нам не нужен. А вообще, теоретически, да, можно забрать. То есть, букинг, а года, они всегда на стороне. Когда вы через них бронируете, они всегда на вашей стороне. И если вам только что-то... Вообще, когда вы приезжаете в отель, если вам что-то не нравится, вы можете смело идти на ресепшн и говорить, что это не нравится, это поменяйте, это дайте, это сделайте. И они должны с вами возиться, как с маленькими детишками. Потому что вы приезжаете, платите деньги, вы приезжаете на отдых. Задача, главная миссия любого отеля, это делать так, чтобы вы отдыхали и расслаблялись, и вообще ни о чем никак не напрягались. Но только в случае, если у вас какие-то возникают недоразумения и противоречия непримиримые с отелем, вы тут же пишете в агоду или в букинг, и они тут впрягаются, и они могут, на самом деле, совершить невозможное. Потому что мы один раз жили в квартире, тоже в этом районе, я рассказывал вам. И мы туда приехали, а там холодно. Потом в какой-то момент отключили горячую воду. Потом в какой-то момент отключили электричество. И тут мое терпение лопнуло, и мы, в общем, там два дня прошили. И нам вернули деньги за весь период проживания. Потому что я как бы сначала смирился с тем, что там было холодно, мы там как-то согрели, нагрели. Потом там не было горячей воды, но мы подумали, тоже ладно, типа газ есть, мы там согреем в кастрюле горячую воду. Ничего страшного, привыкшие. Ну, когда отключили свет, и пропала сразу холодная вода, и уже мое терпение лопнуло. Мы просто собрали вещи, поехали в отель, и я потребовал полностью возврата, и вернули полностью за весь период проживания деньги. То есть, по идее, если я бы, допустим, в ползу сейчас встал бы, я бы мог сказать, нет, мне ничего не волнует, верните мне 50 долларов. У меня не было интернета, для меня это было критически важно. Я только ради интернета к вам приехал, мне не нужно ваш лонг-люзив, мне не нужен ваш бассейн, мне нужна ваша еда, мне нужен интернет, все. Вы просите за него деньги, вы меня обманули, все, не надо. То есть, они вот так пишут, что типа, мы вам вернем деньги не за то, что вы интернет заплатили, а полностью за все бронирование, за весь период проживания. Вот, друзья, собственно, вот так вот выглядит отель, в котором мы, возможно, могли бы и даже и жить, если бы захотели. Но, к сожалению, для них он мне не понравился, потому что он находится вот в таком вот жилом секторе. И здесь рядом, кроме Land of Legends, ничего больше нет. Но отель приличный, отель достаточно современный, с аквапарком, с бассейном. Но он находится вот среди жилой застройки, вот такой, многоэтажный даже можно сказать. И вот там за углом он заканчивается. Компактный отель, бутик-отель. Больше он подает для людей с детьми, кто захочет приехать в Land of Legends. Вот он здесь в шаговой доступности. То есть вы можете сюда приехать, все включено, вернее, с ужином за 50 долларов. А днем ходить в Land of Legends с детьми. Купь-пропуск, пропуска покупать. И все у вас будет. Там будет аквапарк, что там еще есть? Сам природный парк, Маши и Медведи. Что там еще есть в доме? Ну, короче, здесь самая главная достопримечательность – это Land of Legends. Потому что к морю вы, скорее всего, не сможете пройти. Там горки, мы поехали. Американские горки есть. Ну, там выступления, там потом периодически каждое выступление проводят. Даже зимой проводят выступления. И, в принципе, даже, наверное, зимой можно приехать в этот отель. Ну, про Land of Legends у меня есть информация. Да и вообще в YouTube очень много информации про этот парк. Это такой типа Disney парк. Луна-парк очень большой. Его построили совместно с Риксосом, с Акором. И если вы останавливаетесь в Риксосе... Там, во-первых, есть Риксос. Во-вторых, если вы останавливаете в Анталию, у вас будет шаттл сюда. Вас будут сюда воссить на автобусе. Ну, и, по сути, все. Потому что, если туда на юг поехать, в сторону моря, там будут закрыты отели. И, скорее всего, вас даже к пляжу не допустят. А, нет, там есть пляж свой, собственный. И тут там даже можно на машине подъехать, заночевать на автодоме. Но это будет, наверное, далековато отсюда, ходить пешком на пляж. Сколько там километров. Ну, есть все магазины, Кэрфур. Короче, самая главная, основная достопримечательность – это Land of Legends. Вот здесь. Вы можете здесь остановиться на пару дней, на 2-3 дня. А потом поехать на море в другой отель. Здесь примерно это находится место. На запад от Белека. И, ну, прямо возле Land of Legends, короче. Найдете, если захотите. Ну, я посмотрел по фотографиям, по отзывам, отель хороший. Ну, опять же, то есть он небольшой, вот такой вот на отшипчике. Среди жилых домов. Есть, как бы, свои плюсы, есть свои минусы. Мы едем дальше, в сторону Кемера. Да, там за Кемером есть Текирово. Тоже такой небольшой поселочек курортный. Там тоже много больших отелей. И периодически встречаются маленькие. Вот мы едем в один из них. Посмотрим, если понравится, остановимся там. Если нет, поедем дальше. То есть прелесть, когда вы путешествуете на машине, неважно, на арендованной или на своей, вы подъехали вот так вот, посмотрели. Даже вы можете вовнутрь зайти. Можете на рецепшене сказать, мы хотим have a look. Мы хотим проверить. We won't check around. We won't look around. Мы хотим посмотреть, походить. Мы хотим проверить перед тем, как... Вы даже можете сказать, чтобы вам открыли комнату. Вас заведут в комнату. Вам все покажут, все расскажут. То есть, обязанность людей, которые сидят на рецепшен, именно вам угождать. Это их работа. Они должны все ваши требования выполнять. Это точно так же, как в магазине. Вы покупаете себе кофту. Вы можете взять эту кофту, пойти в примерочную. Примерить там. Вы даже можете эту кофту домой отнести, дома примерить. И у вас будет право на возвраты. Точно так же и в отеле. То есть, если... Не надо никогда бояться там что-то узнать, что-то спросить, что-то посмотреть. Вы заходите, вы платите. Они не знают, сколько вы... Может, вы одну ночь будете. Может, вы на две недели хотите заехать. И перед тем, как две недели жить, естественно, вы хотите узнать, как там это все будет выглядеть. Прямо на дороге цветочки растут очень красивые. Здесь уже температура поднялась. Сейчас до 30 градусов. 90 по Фаренгейту, 92. Уже прям чувствуется жара. И ночью достаточно жарко было. Но так, кондиционер еще пока не включали. Ну, жарковато. И высота над уровнем моря здесь 10-15 метров. Если мы сейчас в горы уедем, то там прям холодно будет. Даже холодно будет окна открывать. Холодно будет ночью спать. И тоже, если на то побережье, в сторону Черного моря поехать, там тоже, если на берегу, будет более прохладно. А если в горах, то будет холодно. И, скорее всего, дожди будут идти. Потому что я там ехал неделю назад. Даже меньше. Там прям дожди шли. Езжаем к Анталии. Сейчас здесь уже будет рядом аэропорт. Напоминаю, он находится не в самой Анталии. Он находится немного восточнее. Вот уже видно вышку аэропорта. Уже здесь самолеты взлетают. И, как всегда, в Анталии показывает затор. Плюс 4, плюс 5 минут. Конжастин. Даже зимой, если... Кто? Конжесчин. 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 Ну, есть свои плюсы. Есть свои прелести. Там очень красивый такой побережье. Водопад такой красивый. И... Ну, не знаю. Цены там... Просто там много людей, туристов. Там такой... Такой хаб. Такой мини-Стамбул. Туда едут люди со всего мира. Там что-то хотят найти. Что-то хотят увидеть. Что-то хотят узнать. Но на самом деле, по сути, там ничего интересного нет. Я даже не знаю, что там в Анталии. Ну, только аэропорт, наверное. Не, конечно же, там есть, естественно, все автоцентры. Toyota Center. Mercedes Center. Все-все-все. То есть, это такой крупный город. Если вам что-то нужно получить. Вот и Экспо у них здесь было. Что-то, если вы хотите какую-то посылку. Если хотите отправить. Там СДЕК есть. То есть, по сути, как бы, там все есть. Но там цены выше. То есть, если вы поедете куда-то в нетуристическое место. Даже если вы поедете куда-нибудь в сторону газипажи. Цены будут намного ниже. Да даже, вот где мы были. В СД уже цены ниже. Не такое. Там тоже, как бы, много туристов. Но они все равно не так взвинчивают цены. Потому что в Анталию многие люди приезжают жить. Прям вот жить-жить. Живут они там, типа, что-то там делают. Там еще что-то. И не знаю. Мне Анталия... Ну, я могу там понаходиться какое-то время зимой. Но вот так вот, наверное, сейчас летом там совсем делать нечего. Там, конечно, много всяких ресторанов, магазинов, шоппинг-центров. Акро. Я очень люблю Акро. Отель там классный. В этот отель, кстати, мы можем сейчас мимо проезжать. Можем заехать. Пофотаться, там, кофе попить. Просто так можно туда зайти. Можно вечером туда прийти. Там танцы вечером. Ну, не знаю. Останавливаться. Плати час там 5-10 тысяч лир. Вообще не вариант. Вся самое интересное, что здесь нет объездной дороги. То есть вы можете объехать вот так, вот так, вот так. Совсем далеко там через горы. Но это на 14 минут дольше получится. И обычно во всех турецких городах, вот если туда ехать, Газанте, да все города там почти что, наверное, вот только в Анталии и в Алане нет объездных дорог. Чтобы вот мимо проехать не насквозь город, а вот как-то мимо по обводной проехать. И я думаю, это связано с тем, что я даже не знаю, с чем это связано. У нас в Алматы тоже только открыли объездную дорогу. И если вы как бы едете сюда, вы в любом случае будете вынуждены через центр проезжать. И будет вот такая пробка, и будут светофоры, и так далее, и тому подобное. Пока мы едем, 82 километра в час ограничения, но люди едут со скоростью 40. Ну вот Анталия это такой город, бизнес-центр, наверное, здесь. Вот штаб-квартиры туристических агентств, авиакомпаний, всякое такое связанное с бизнесом. То есть Анталия это не про курорт, здесь даже песчаных пляжей нет. Здесь берег, он весь скалистый. Но там в конце есть, конечно же, естественно, есть на западе, в западной части Анталии есть песочки. И на Ларе есть еще песочки вот здесь. Либо в самом начале, где Лара, где вот это серый отель, либо ехать туда в самом конце. А центральная часть Анталии, она вся скалистый берег. И даже у Акры, даже у Акры, у них даже песчаного пляжа нет. То есть там такой пляж, кстати, мне было бы, наверное, интересно поехать, посмотреть, как у них в Акре там все выглядит. Хотя, с другой стороны, ничего интересного, если... Там цены просто невероятные. Сейчас. Мы можем за то, что там остановиться в Акре одну ночь, мы можем две недели или там 10 дней где-то в другом месте жить. Ну, здесь есть Пирке еще древний город. Возле аэропорта тоже, да. Ну, старый город есть. Ну, все, наверное, больше ничего здесь нет. То есть Акра, водопад, Пирке и, наверное, все. Ну, и рестораны. Либо какой-то сервис для машины получить, либо какой-то это... Ну, цены, опять же, цены. Вот если вы зайдете в Миграс здесь, и если вы зайдете в Миграс где-нибудь, может быть, в Газипаше, цены, к примеру, на тот же самый алкоголь на бутылку пива будут здесь в два раза выше. Я не знаю, с чем это связано. А, здесь еще есть вот такие вот горы дальше. А, здесь еще аквапарк есть. Аквапарк есть. И вон там горы очень красивые, но это уже ближе к Кемеру. Сейчас мы вам их покажем. И там есть такая штучка, можно на фуникулере наверх подняться. Сейчас перестроимся. Хошкель Денис, добро пожаловать. Вот, здесь грузовым машинам только в правом ряду можно ездить. Почему у нас в Алматы так не сделают? 8 тысяч километров до Анталии, из Казахстана, с Алматы. Я намотал уже. Вот эта часть города 60 метров над уровнем моря. Ну да, потому что город на скалах находится. И вот этот трамвай прям с Экспо проходит вот рядом с Д-400. Трамвайная линия, вы можете... Конду какая-то достопримечательность, про нее мы не знаем. Вот это Хавеля Амали, это аэропорт. А и вот там, по-моему, этот АРАБ этот находится. Где-то здесь рядом этот отель, в котором мы жили. Вот Порш-центр здесь есть. Фольксваген-центр, Ауди-центр. То есть, если вы приедете на свой Ауди, скорее всего, здесь вы сможете ее отремонтировать. Мазда-центр. Здесь, в основном, все сосредоточены справа автоцентры. Ремонтировать машины. Вот еще Фольксваген, Шкода-центр. Я здесь раньше редко ездил. Я обычно сразу уходил туда на побережье. И там катался по побережью. Вот, вот этот Мол Анталия. Мы в прошлом году приехали сюда, в Микрос. Думали, купим сладости, подарки для родственников. А здесь цены просто невероятные. Даже в Мигросе вы приезжаете, и цены выше. Ну, потому что для туристов они здесь задирают их. Вот, Мерседес приехал с Германии. G63. Как хорошо, что у меня нет вот этой болезни, любви к этим машинам. Субару-центр, Ниссан-центр, Рено-центр. Ну, и где-то здесь Тойота тоже должна быть обязательно. Потому что в Турции, в любом городе, даже в самом маленьком, обязательно есть Тойота-центр. Вот за это я и люблю Тойоту, что вы можете в любое место приехать. И обязательно вы получите детали и сервис на свою Тойоту. Вольво. Ну, и вот он, собственно, Тойота-центр. Один из самых больших. Тойота-плаза. Бики-черляр. Может быть, даже здесь есть несколько Тойота-центров. Как правило, они стараются. Такую широкую, обширную сеть. Хиндай-центр есть. Land Rover, Jaguar. Mini, BMW. Ну, вот Анталия, это про это. Вот Икея приехать сюда. По платной магистрали можно поехать на запад. Прямо до Измира можно доехать. За несколько часов. Ну, у нас еще пока есть 3-7 дней, где-то 7-8 дней. Мы пока форсировать не будем. Дэс-бэнс-центр в Анталии. Honda-центр, Киа. Короче, это такое место, типа питстопа. Здесь вы сможете отремонтировать любую машину, какая бы она у вас ни была. И, в принципе, здесь они есть все. Ну, вроде бы мы пока едем нормально. Где этот Канжастан? Чуть-чуть дальше будет. Показывал сначала 8 минут. Сейчас уже показывает 2 минуты. Возможно, даже проскочим. Даже, возможно, проскочим. На самом деле, дорога пока идет без светофоров. С развязками. О, Иран. Машина с иранскими номерами. Сан-Ёнг даже здесь есть. У нас в Алмаде Сан-Ёнга нет, а у них есть. Получается, это объездная дорога ихняя. Но она прям по самому городу проходит. Ихняя. Игонная. Игонный мафан. Вот, видите, здесь тоже. А, нет, здесь лифты. А там у них такие экскалаторы. Прямо на улице экскалаторы. Эскалаторы. Эскалаторы. А и никто по улице не ходит. Потому что 95 градусов по Фаренгейту. Это больше 30. Под 40. 35 начинается уже где-то 33. Ни одного человека на улице нет. И туда, если вы поедете налево, там есть такое место. Во-первых, там есть место, где очень много на автодомах собираются людей. Возле Краун Пласса. Но мы туда, наверное, не поедем в такую жару. А во-вторых, здесь есть место Косочки называется. И там тоже на автодомах очень много людей. Я даже не знаю, есть смысл тут заезжать или нет смысла. Косочки, потому что там поле такое. И турки там местные коз пасут. И туда люди просто приезжают на автодомах. Они там диван притащили, поставили. Там костры жгут. Здесь еще конец июня. Вот Гурбан-Байрам. Это мусульманский праздник. И гиды говорят, что сейчас все местные поедут в отеле отдыхать. Не знаю. Ну да, наверное, было много местных в отеле сегодня. Ну и вчера, собственно. И может быть даже поэтому затор здесь. А я сейчас сразу скажу, почему вот этот затор. Здесь потому, что дорога очень широкая, развязка. Мы сейчас доедем до кульминации. Я вам сниму, сразу скажу. А здесь много пальм. В Анталии. Вот видите? Они начинают лезть. Думаю, проедут быстрее. Алматинские вот эти движения. Эти шашечки играть. Во-во-во-во-во. Это вот мегаполисы. Это стандартная процедура во всех мегаполисах. Поэтому я не люблю мегаполисы. Люди, если бы ехали каждый в своем ряду. Вот так ровно. Не было бы вот этих заторов. Потому что каждое вот это перестроение. Когда один лезет с одного ряда в другой. Во-во-во. Вот он ехал там. Потом залез туда. Потом заехал, залез сюда. То есть есть такое понятие. Когда один притормаживает. За ним другой притормаживает. И весь поток останавливается. Просто без причины замедляется весь поток. Вы можете по это прочитать. Это называется как-то память. Память торможения. Или еще что-то типа этого. То есть может не быть. Вот видите, опять он полез. Не ехалось ему там. И вот из-за этого я должен притормаживать. Там еще плюс ко всему девушка. Просто небольшое затруднение движения. Из-за того, что люди вот так вот мечутся. Суетятся. И не могут ровно ехать по дороге. Друг другу создают сами затор. Вот так вот. Мельтешат. Ну я там понимаю, конечно, фуру объехать. Никто не хочет перед фурой ехать. Но да, здесь нет ничего. Просто из ничего. Потому что тут там развязка перед нами. И никакого происшествия нет. Пешеходные переходы все надземные. Вот. И все. Он закончился. Просто из-за того, что там был съезд. И все мельтешили друг к другу. Все это уже сейчас будет скоро выезд из Анталии. Получается, да. Это объездная дорога. И по ней достаточно быстро можно Анталию проехать. В принципе, при желании. И все. Вот один был затор небольшой. Там показываю сейчас еще навигация. Пару заторов. Ну, в принципе, можно прям быстро проехать. Даже, даже вот сейчас пятница. Обед. Ну, не час пик, конечно. Если был бы дождь. И если был бы вечер. Это бы все стояло, конечно же. Естественно. Ну, зато у пальмы растут. А и здесь, конечно же, не будет никакого снега зимой. Здесь будет шторм зимой. Вот в холодные... Самые холодные дни. Января. Или когда там самое холодное. Кульминационные такие зимние дни. Здесь просто будет шторм. Сильный шторм. Сильный дождь. Ну, не холодно будет. Хотя наверху вот есть горнолыжный курорт. Если поехать в горы, подняться туда. Вот на этих горах будет снег лежать. Вот я всегда проезжаю мимо этих гор. И всегда любуюсь. Зимой они прям вообще особенно красивые. Такие зеленые. Мне кажется, летом они более зелень выцветают. И не так красиво. И вот сейчас там чуть дальше будет гавань, порт и фуникулер. То есть на фуникулёрах можно наверх подняться. Подняться. Что ещё? Ну, в общем, мы вот проехали под 400. Там два или три светофора было всего лишь. И одно кольцо. На самом первом светофоре был затор. А потом, в принципе, мы нормально ехали. И вот сейчас мы уже выехали из Анталии. Это вот её западная часть. Здесь уже, в принципе, машина нормально едет. Температура здесь поднялась до 35 градусов. 100 градусов по Фаренгейту. И прям уже такая влажность. Чувствуется прям сильная жара. Чрезмерно сильная. Хотелось бы, чтобы чуть-чуть попрохладнее было бы, конечно. Хотя бы, ну не 35, хотя бы 28-30. Ну, зато в море можно купаться. В море тёплое. Самое время купаться в море. Где-нибудь встать под соснами, если в парке. Ну, можно было бы прям весь провести день на пляже. Купаться, загорать в песочке. И вот, собственно, вот этот фуникулёр, он поднимает людей вот на вот эту вот гору. Мы сейчас спустимся, и начнутся красивые, очень красивые такие, блин, виды невероятной красоты. Я помню, как я сюда приехал первый раз. Я как раз ехал с востока, с вот этих засушливых городов пустых. И я здесь оказался зимой. Как раз дождь шёл, и меня просто покорила вот эта местность своей природой красивой, своим изобилием лесов. И море тоже очень красивое. Примерно где-то до дачи вот так можно ехать. Здесь будут очень красивые пейзажи. Летом, конечно, трава не такая зелёная, не такая красивая. Вот зимой, когда вы едете, вот это прям всё зелёное-зелёное. Из-за того, что постоянно дожди идут зимой, прям такая невероятная красота. Вот эти вот острова, я просто был, конечно же, шокирован. Вот, вот здесь можно справа съехать, направо съехать. И там будет такая площадка регуляционная. Именно как раз-таки для отдыха. Вот она вот так как-то как бы внизу находится, эта бухта. И вот до Марины прям дойти пешком можно. Вот здесь она слева внизу находится. Вот это съезд. Топкам. Топчам. Топчам. Там даже, по-моему, как раз топчаны, есть такие диванчики, на которых можно полежать, поспать. Это всё по-прежнему идёт Д-400. Она по всему южному побережью Турции проходит практически до дачи. И вот такие вот здесь красивые. Конечно, дорога очень красивая. Не сравнить с теми местами, где мы ехали вчера. Вот прям за каждым поворотом пейзаж один круче другого. Но опять же, я вот ещё раз повторюсь. Если вы будете ехать зимой и в такую пасмурную погоду, такое ощущение, что вы куда-то попали в затерянный рай, в затерянный мир. Сейчас, конечно, сильно солнце жарит. Где-то если найти под соснами место, попробовать поискать возле пляжа, можно было встать бы. Может быть, мы даже сейчас найдём. А вот так просто жарит солнце очень сильно. Но хотя здесь температура падает. Здесь не так жарко, как было в Анталии. Примерно градуса на 3-4 балла температура. Вот это всё леса. Леса, леса, леса. Поэтому здесь вот в Кемере считаются одни из самых престижных и лучших отелей в Турции. Потому что с одной стороны вот такой вот хвойный лес, он очень большой. А с другой стороны море. Ну, здесь единственный минус, что здесь калька. Ну, хотя с другой стороны, если заезжать на машине, не будет вот этих крошек в машине. Песка этого не будет. То есть своя прелесть есть тоже. Только что приехали в Кемер. И тоже такое же у меня ощущение, как и с Аланией, как с Сиде. Вот можете ради интереса открыть любое моё зимнее видео. Ни одной машины здесь не было. Никого здесь, кроме местных, не было. Отели были все закрыты. Ну, не все, конечно. Но вот Хилтон был закрыт. Я хотел остановиться в Хилтоне. Сейчас он работает, пожалуйста. Вся забита парковка. Кипит здесь жизнь. Мы сейчас заедем. Там в центре есть площадь такая. И на этой площади часы там или маяк. Что-то типа этого. И кафе. Зайдем туда в интернет. А потом будем искать место, где переночевать. Здесь есть еще либо балконы, либо где-нибудь может быть вот здесь. Прелесть легковой машины, что на ней это не как автодом. Там только в определенных местах можно вставать. А я могу и в Марину заехать. И куда-то могу сюда. И могу вот этот Юрук парк заехать. Куда угодно. Могу заехать, где внедорожные нужны качества машины. В любое место могу заехать. Но в крайнем случае мы можем всегда поехать в Текиров. Вот там у нас отель с суженом есть. Кран обычный строительный. Со стрелой. И короче говоря, он просто поднял там людей. Там целая куча людей. И снизу держат, поддерживают веревки конечно. Но что они хотят этим сделать, я не понимаю. Друзья, я не знаю, сколько они там висят уже по времени. Я тут уже успел припарковаться, погулять в парке. Вот здесь надписи всякие разные почитать. Кукуруза, кстати, растет. Прям выросла целая куча кукурузы. А вот эта вот штука, это они сделали специально, чтобы... Система, чтобы фильтровать мусор. То есть вода приходит, уходит туда в море с речки, а мусор задерживается в этих сеточках. Целая система. Ну и вот здесь, собственно, пляж. А, это пляж вот этого отеля, Crystal Deluxe Resort and Spa. А пляж, который государственный, он там туда дальше. Народный пляж. Но все равно, очень много людей. Очень много. Я думаю, если вы захотите прийти, покупаться, вы можете просто взять свои полотенца. Вот так положить их здесь, поклась, положить. Но вода прозрачная. И что-то мне подсказывает, что там сейчас очень теплая вода. Потому что на улице такая жара. А вот этот трап сделали специально, чтобы спускать водные мотоциклы. Всякие разные лодки. Там еще есть души. Курорт. Курорт целый. Да, людей, конечно, очень много. Вот так вот примерно выглядит Кемер. Если мы будем смотреть центральную часть, здесь есть и Народный пляж. Ну, в смысле, Государственный пляж тоже можно прийти покупаться. Вот там Марина Кемера. И там за скалами, по-моему, Рикса Сангейт. Ну, один из самых лучших отелей престижных здесь. Европейский. Здесь есть шейки, так называемые рестораны, типа вот такого вот, в которые вы можете прийти с абсолютно любого отеля. Вот такие вот цены. В принципе, весьма демократичные, я бы даже сказал. Ну, для такого места, то есть на берегу моря, с шезлонгами вы можете отдохнуть вот в таком шейке, в кафешке. Что-то заказать, позагорать здесь, покушать. И, собственно, провести время. Я думаю, у них даже есть Wi-Fi в этих вот ресторанах. А есть также здесь ресторанные. Это тоже отдельно. Есть отельные рестораны, в которых вы можете отдыхать. Здесь прям вообще все на русском. Абсолютно. А и цены тоже я бы не сказал, что прям супер-мега кусучие. То есть вы можете где-то в центре Кемера остановиться, а сюда прийти вот в такие вот клубы отдохнуть. И здесь есть еще пляжи собственные, которые относятся именно к отелям. Отельные пляжи, в которых, если вы останавливаетесь в отеле, только гости отелей. То есть, ну, шезлонги предусмотрены и рестораны предусмотрены. То есть они здесь либо по системе все включено работают, либо просто можете прийти и также купить со своего отеля. Но у вас зато здесь шезлонг будет, если вы в этом отеле останавливаетесь. Атмосфера абсолютно кардинально отличается по сравнению с зимой. Зимой здесь это все просто закрыто, упаковано, ничего не работает. Вот здесь даже коктейль золотцев можно получить. Вход бесплатный, но свои напитки нельзя приносить. И вот здесь музыка будет играть. Там у них есть сцена. Amor Beach Club. Будет ночью играть музыка. Также здесь можно покататься на самокатах. Вот так люди бросают, когда накатаются. И велосипеды можно в аренду снять. Не жарко здесь. Здесь много всяких разных деревьев, много тени. И можно, в принципе, отдохнуть в тени, место найти. А здесь готовятся, по-моему, это закрытый клуб под крышей. А вот это я не могу понять. То ли поднимают людей, то ли они там кушают, то ли они что-то тестируют. Не могу понять, что там происходит. Кран поднял. Каретку такую. Там человек 15-20, наверное, людей. Оказывается, здесь есть сиденья. Они привязываются. И это просто типа какого-то бара. В общем, поднимают людей наверх. Вот этим вот краном. 40-тонный кран. Он может поднять 40 тонн. И они притащили сюда этот 40-тонный кран. Прямо поставили на дороге. И, в общем, он поднимает. Вот 10-15 человек. Они там наверху сидят. Пьют алкоголь. Наблюдают за этим всем. Да, каждый день я чем-то удивляюсь. Кресла, кружки, вращаются. Лево-право. Ну, прям совсем по кругу, конечно, не вращаются. Но, естественно, там лево-право вращается. Открывается красивый вид на море. Красивый вид на Кимер, на горы. Вот видите? Напитки. Либо два бокальчика вина. Либо... Так, это что у нас тут блогеры? Из еды. Орешечки. То есть такое вот. Да-да-да. Либо гола, панта. То есть вот такие вот. В общем, кран поднимает 0,20-30 минут наверх. Удивительное мероприятие. И вы можете кушать какие-то снеки, орехи и напитки. Выпивать на высоте. Я думал, я видел все. Оказывается, нет. 40 тонн этот кран может поднять. Представляете? В западной части Кимера, почти в самом конце Кимера, есть такой большой парк или лес даже, я не знаю. Там я видел сейчас значки с трекинговыми маршрутами. То есть вы можете прийти сюда, погулять, но только здесь не курить нельзя, не огонь разводить, конечно же, нельзя, потому что очень много сухой травы и сухих палок, веток много. Поэтому здесь только гулять, наслаждаться лесом. Ну, я думаю, в принципе, на парковочке где-то встать, заночевать можно. Ну, вот только видно везде, что камеры стоят и нигде нельзя зажигать огонь. То есть здесь не получится делать какой-то барбекю, только гулять. Либо можно привезти как бы сюда готовое. И здесь много таких кармашков, остановочек, вот типа таких, в которых можно остановиться и заночевать прям на ночь. Интересное такое место. И там прямо море. Прямо по курсу. Но там я вижу, там не проехать КПП. Клуб Мету Кемер. Это, по-моему, отель здесь. Побыли в Кемере чуть-чуть, пару часов. Посмотрели туда-сюда. Там выездов к пляжу нет. И, ну, не знаю, что-то мне как-то Кемер и в прошлый раз не понравился. Он такой милый город. Очень много русских. Заходишь в магазин, а там одни русские. На кассе одни русские. Причем русские, которые не могут говорить ни на английском, ни на тулецком. И пытаются разговаривать с продавцами на русском. Это так забавно выглядит. Одна женщина сошла, просит. Говорит, корм для кошек. Мяу-мяу. И показывает, типа, этот... Милкает и типа показывает, как ножка ест. Ложка ест ложкой. В общем, я находился там, насмотрелся. Ну, и такой тушноватый город. 96 градусов по Фаренгейту. Это, наверное, где-то 33. Короче, я решил поехать на запад дальше и найти какое-то место уединенное, где нет вот этой всей суеты, возле воды. Купил себе сырую рыбку, салмон. Сейчас буду ее кушать с васаби и соевым соусом. Правильно, как Сэймон. Сэймон? Да, но и не читается. А на русском как? Все. Ну, ладно. В общем... Ну, он, Кемир, на самом деле, небольшой город. И в самом Кемире там в основном такие маленькие отели. Ну, и есть тоже премиум отели. А вот эти крутые отели, они в основном либо до, либо после Кемира. То есть не в самом Кемире. Проезжаем поворот на Текирово. Мы туда не поедем. Там был отель тоже за полторы тысячи лир. Ну, тоже типа такого отеля, в котором мы жили, только получше. Может быть, мы в нем остановимся на обратном пути или в следующий раз. Аморе он называется. Можете посмотреть. Но мы едем дальше. Нет смысла уже, потому что сейчас через час просто солнце уйдет. И нет никакого смысла платить за бассейн. И вот за это, за все мы лучше на пляже. На море покупаемся. Сегодня у нас будет день моря. На новой трассе тоже открыли кафты Исуф. Мы сейчас только что проехали поворот на Олимпас. Туда уходит дорога вниз. На Олимпас, где черепашки, черепашки откладывают яйца. Ну, нам сказали бельгийцы, что там типа никак не получится припарковаться. Там типа местные, ну или местные, или какие-то специальные службы отгоняют туристов, чтобы черепашкам не мешали эти туристы яйца откладывать. Друзья, я сюда приезжал не в прошлом, а в позапрошлом году. Я очень хорошо это место помню. Там такой еще пирс из бетона. И дорогу я эту помню. По-моему, как-то можно через эту деревню туда проехать. И на самый... Здесь мыс такой есть интересный. И на этом мысе маяк есть. И, в общем, как-то туда можно было попасть. Я не помню как. Я хотел еще туда попасть в прошлом году. И так и не попал. Не пошел. Это такая деревушечка. Вообще нисколько ни грамма не туристическая. Здесь очень мало и туристов, и вообще самих по себе людей. Вот я вот такие места люблю. По сравнению с Кемером, Кемер по сравнению с этим местом, это вообще мегаполис. А здесь население 2600 человек. В каком? 2600 человек здесь всего лишь живет. В общем, у нас мясо есть, рыбка есть, кофты есть. 25 литров воды есть. Мы можем здесь вот неделю шить. Мы можем поймать рыбу. Здесь очень чистая вода. И вообще нету ни капельки ветра, ни грамма. И можно прям заехать куда-нибудь. Ну, немного грязновато. Вот они раскидывают, разбрасывают здесь банки, бутылки. В основном местные. Вот эта штука, по-моему, туда подниматься, а потом прыгать с нее. Я думаю, мы посмотрим еще одно место. Что-то мне здесь не очень нравится. И вот он, этот бетонный пол, про который я вам говорил. Я помню это место. Можно еще туда попробовать поехать. Вообще, здесь можно в любом месте, на самом деле, остановиться. И будет круто везде. Друзья, вот это вот самое первое мое, когда я здесь оказался. Путешествие, это было зимой. И здесь не было ни одной машины. Посмотрите, сколько сейчас здесь этих машин. Невероятное просто количество. Я когда сюда приехал, здесь ни одной машины не было. И я думал, вот классно было бы, наверное, как-то сюда приехать. Кто-то еще говорил, что здесь есть эти скамеечки со столами. И сейчас здесь реально местными все забито. Вот. Вот так это все выглядит. А я прям подъехал к пляжу тогда, в тот раз подъехал. Мы сейчас реально, и в основном все местные. Туристов практически нет. В основном все турецкие на турецких номерах. Так, вот здесь вот, по-моему, тоже сейчас будет что-то типа этого. Блин, как охота какого-нибудь уфрода куда-нибудь съехать, где нет никакой машины, никаких туристов, вообще никого нет. Чтоб был только я. Вот он, этот камень, да. Я вам тогда его показывал. И вот здесь где-то, по-моему, есть платный пьест. Вот здесь. Здесь, вроде бы, как бы. Короче, я тогда, да, вот этого загородки здесь, она открыта была. Я прям вот туда съехал, там Мерседес стоял. Я помню. Короче, я уже себе, по-моему, вроде как нашел место. Сейчас я туда поеду, там с водой даже. Я сейчас доеду до балконов. Вот. Вот это Коп Атма. Он вот так называется. Три раза я, уже два раза, третий раз я уже сюда приезжаю. На самом деле. Местных очень много. Просто какое-то невероятное. Там сейчас будут дальше, еще будут дальше спуски. Вот такие, типа таких. Вот здесь вообще мило, между прочим. Ну вот так вот, друзья, собственно, выглядят эти балконы. Здесь стоят автодома. Все есть, но, по-моему, нет пресной воды. И нет спуска к воде. Но зато есть тенечек. Можно прям в тенечке припарковаться. А, реально, прям как будто бы балконы эти кто-то выложил, специально сделал. Но нет спуска. Нет спуска к воде. Никак не спуститься к воде, никак не покупаться. Надо куда-то ходить, обходить и так далее. Пресная вода есть. Это вообще такая роскошь, на самом деле. Но здесь вот такой вот спуск. То есть, там на автодомах спускаются, на автобусах. А на большом автодоме, не знаю, даже, наверное, будет тяжеловато. Короче, это место называется... Балконы. Реально прям как балконы. Надо идти купаться сейчас, пока солнышко светит. А потом будем все остальное делать. Вот здесь вот такая вот тропинка. Проход к пляжу. Здесь, по-моему, никакого прохода, никакой тропинки нет туда. Здесь белки живут. Куда она бежала? Ну, очень красиво. На завод белок. Не, это надо туда идти, по всей видимости. Здесь нет прохода. Прям между скалами. Хотел я дикие, дикое место, дикий пляж. Вот я его нарыл. Пожалуйста. Никого здесь, кроме нас, нет. Друзья, здесь прям бухта такая роскошная, с прозрачной водой, с чистейшей. И, говорят, здесь можно с маской плавать, рыбок высматривать. Ну, круто, круто. Попробую покупаться. Цикады, конечно, никак не могут успокоиться. Пасется реально дикий габан. Вот прям рядом с нами. У нас здесь стоянка. Ага. Вот они здесь вот эти мешки все раскидали. Устроили беспорядок людям. Во-первых. Во-вторых. Причем его реально, наверное, как-то даже схватить можно. Я так близко дикого кабана вообще никогда не видел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова